Ицхамангер Ицхамангер новый автор у нас. Хотя я говорю, что писание стихов не едет на дистанцию, и поэтому кто там у нас лучше, а кто у нас хуже, не знает никто. Но про Ицхамангер мы знаем точно одну вещь. Лучший или не лучший поэт еврейский двадцатого века, это Бог его знает, но, несомненно, самый популярный. Вот он такой поэт-культурный герой. Достаточно сказать, что премия за сочинение наидоши современной израильской ицхамангера, я думаю, что кроме популярности самого поэта, создал еще ту роль, что он прожил в Израиле целых два года перед церковь Овера, куда уехал в НР, как полагается хорошему игре. Он родился в 1902 году в городе Коломея, сейчас Коломея, Ивано-Франковская область, это Захстанная Украина, Восточная Галиция. Когда он был со всем ребенком, его семья переехала в соседнюю австрийскую провинцию, она переехала из Галиции в прекрасный город Черновец, Черновцы. При этом Мангер все свое детство сохранил связь с Восточной Галицией, потому что его дедушка продолжал жить в Галиции очень близко от Черновцов, если кто-то представляет карту этого региона. Граница между Галицией и Буковиной, а потом между Польшей и Румынией проходит по реке Черемош. На Буковинском берегу Черемоша есть такой городок курортный симпатичный вежница, Деждец. А на другом берегу Черемоша стоит уже польское галицийское местечко Куты, Китов по-еврейски. А дальше еще 12 километров от Кут, туда будет Карпат, замечательный городок Косов, центр керамической, и знаменитой Косовской, и знаменитой керамики. Это место, во-первых, очень красивое, там масса всяких народных промыслов, во-вторых, как бы овеянная легендарной славой, потому что между Кутами и Косовым было то место, где находился, ну, вот, некий скит, скажем, или какое-то тайное место, где, значит, 8 лет прожил Бешт, прежде чем объявиться миру. Знаете, есть песенка «Кунькосов», «Кунькосов» и так далее. И там, значит, вот на полдороге между Кутами и Косовым в Карпатских горах есть некое украинское село, или было, я не знаю, которое называется Стопчет, или Стопчет, я не знаю, кто тут знаток, значит, там жил дедушка Мангера, выполнял важную работу, он был извозчик. Балагон. Папа Мангера был портной, в общем, прямо скажем, это не их, когда дедушка извозчик, а папа портной. Вот, значит, Мангер, детство Мангера прошло в Черновцах, когда началась мировая война, и русские оккупировали черновцы, а многие другие жители, значит, австрийских черновцев, они бежали, бежали на юг, в Румынию, в Ясе, в столицу Румынской Молдовы, там уже, собственно говоря, юность поэта протекла, там он начал писать стихи, первая книжка у него вышла в двадцать девятом году в Бухаресте, и тогда же он поехал завоевывать большой мир, потому что, ну, все-таки Румыния, с еврейской, по крайней мере, точки зрения, была такая, в общем, глухая дырка, периферия, в главный еврейский центр, в центр еврейского мироздания, в Варшаве, где писатели, журналы, писатели, театры, кинотеатры, кинематограф и так далее. Самое благотворное десятилетие, двадцать девятом, тридцать девятый год, например, первая война в Варшаве, пишет там все свои главные книжки, о чем я очень скажу, что-то. В тридцать девятом году он уезжает в Париж, в историческую поездку, там уже состоит вторая мировая война, с огромными трудностями выдаётся убежать из оккупированной Франции и добраться до Великобритании, да, там, ну, собственно, как бы его, что называется, на улице Боссова-Голова, без знания английского языка, подбирает его будущая вторая жена с первой книги. Графиня. Да, графиня английская. Графиня-фигня, вопрос. Она была родная правнучка Перси Биши Шеллер. Вот, он, значит, женится на этой натуральной английской... Ну, какая интеллигентная графиня, она в... Боже мой, ну, как же этот самый район-то назывался? В Блумсбери, да, вот, ранее, так сказать, интеллигенция. Она в Блумсбери владела книжным магазином, вот такой, типа, фаланстром для убега. И там был литературный салон. И там был литературный салон. Вот. И муж, значит, чудовище совершеннейшее, пьяница в Велике, на самом деле. Он был алкоголик, на самом деле. Бабник, скандалист, там... В общем, все было, как полагается. Вот. В начале 50-х годов Мангер перебирается в Нью-Йорк, перебирается в Нью-Йорк, где жили еще раз на такой же полнопочтенный литературный брак, потому что это третья жена. Это вдова другого очень хорошего еврейского поэта. Видимо, ей нравилось выходить замуж за еврейских поэтов. Это вдова Большей Натерова. Это замечательного тоже парка американского и еврейского. И уже в 65-м году он уезжает больным совершенно человеком в ромали развалений в Израиль, где умирает, в общем, в заброшенности, в одиночестве в доме для престарелых филей. Ну, вот это, так сказать, пунктиром, такая, как бы сказать, обычная биографическая канала. А теперь давайте поговорим о содержательных проблемах, о которых нам позволяет мне творчество Мангера. Таких содержательных проблем несколько. Первое. Когда мы говорим о еврейской литературе, о том числе о еврейской поэзии, мы привычно представляем себе пространство либо чертой осердности, либо русской Польши. Соответственно, еврейская литература развивается в арбитии либо русского языка и русской литературе, либо на перекрестке русского и польского. Потому что евреев русской Польши, на самом деле, русские хуже знали, чем евреев чертой осердности. Ну, тоже, в общем, знали. И книжки русские читали. Мы как-то забываем, что есть еще одна или еще некоторые части еврейского мира, конечно, более периферийные. Это, во-первых, австрийские Галиции и Букалена, и, во-вторых, Румыния. То же что-то такое происходило, но культурная ситуация была совершенно социальная, совершенно другая. Мангер вот в этом смысле типичный наследник австро-венгерской литературной традиции. И его герои, его культурный, так сказать, бэкграунд это не Кушкин и Неграсов, и даже не Блок, а это Гоффман, Сталли, Траковы. Значит, и он начинал писать стихи, там, первые литературы, но это не по-русски, как делали все нормальные импийские поэты, а по-немецки. Потому что он учился в Черновцах в Кайзергимназиум, откуда его выгнали, естественно, за хорошее поведение. Вот, то есть немецкий, для него родной язык немецкий, на самом деле, или второй родной язык немецкий, да? Как бы выбор идыша, а не русского, да? Здесь выбор идыша, а не немецкого. Второе. Есть такая глобальная проблема, которую я не умею ни объяснить, ни решить. Она заключается в том, что в 20-м веке пути массовой литературы и хорошей литературы, ну, в общем-то, нашлись. Вот, еще как бы на переломе веков, так сказать, от 19-го до 20-го, самым тиражным писателем в России был кто? Ир Толстой. Вот реально тиражи Ива Толстого были гораздо больше, чем тиражи массовой бульварной литературы. И самые высокие канаверы, что тоже очень немаловажно, владелец Толстого. Вот за отпечатанный лес Толстой получал больше любого человека в России, что прямо было связано с размерами тиражей, да? Толстой очень хороший писатель, честное слово, если я постараюсь не помню. Не можно перечитать. Вот дальше происходит что-то странное. Дальше происходит что-то странное. Массовая литература. На ней лежит, так сказать, печать некоторой отверженности. Справедливо она становится все хуже, 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 хуже. Хорошая литература становится абсолютно элитарной, закрытой, существует для некоторого такого специального круга читателей. И, в общем, это вот проклятие этой разделенности, оно как бы сопровождает весь этот процесс в 20-м, теперь уже и в 20-м. за этот круг выходит очень небольшое количество имен. Мангер, безусловно, в их числе, потому что с одной стороны, абсолютно гениальный поэт, совершенно, так сказать, существующий в русле новейших тенденций развития европейской литературы и поэзии, прежде всего. С другой стороны, он писатель, который абсолютно доступен массам. Достаточно сказать, что поэт, на стихи которого написано десятки, если не сотни песен разными композиторами. Он весь разошелся на песенную лирику. При этом мы понимаем, что, так сказать, звание поэта-песенника не очень высокое звание, да, в табеле о литературных рангах, в данном случае это явно не так. Третье обстоятельство, о котором хочется сказать, о том, что поэзии Мангера заключается вот в чем. Мангер среди всех еврейских писателей и поэтов своего имени самый большой европеец. Он самый не местечковый автор, да, он самый, так сказать, недалекий от какой-то такой вот почвенной этнографической еврейской жизни человека. В общем, его детство, вот юность, то есть, информативный такой период его жизни прошли в городе Черновце, где евреи не просто пользовались правами гражданства, а были городской, так сказать, провинциальной в рамках австрийской Буковины, элитой, где они были властью, где они были там, не знаю, полицмейстером, губернатором, богомистром, ректором университета, депутатами Рейхсрата от Буковины. Бог знает кем еще, да, помещиками, крестьянами, ну, такая вот, как бы, так сказать, идиллия, где они говорили по-немецки и вообще поживали добра на животных. Да, вот этой ностальгии по местечку, там быть в принципе не могу. Какой путь нормального еврейского литератора в 20 веке? Молодой человек рождается в провинциальном русском городишке, ну, в украинском, белорусском, польском местечке, маленьком, где козы, значит, и свиньи бегают по улицам, приезжает в Нью-Йорк и начинает успевать, значит, город желтого дьявола, небоскребы, там, сабвей, там, грохот заводов, стали пары, электричество и всякое такое. Он, говорит, человек, который родился в хорошей, приличной Европе. Понятно, что Черновцы, это, конечно, очень странная такая Европа, это город, который зажат между Галицийскими и Бессарабскими полями, то и другое вполне уныло, то есть город, который зажат между Польшей и Балканами, но при этом как бы справедливо его называют. Маленькая Вена – это абсолютно европейский город, такой-то, можно сказать, весь блеск империи Гампсбурга, совершенно, как бы, все изящество, так сказать, там этого дела присутствует, да. Ему не нужно было бы, как бы сказать, доказывать никому, прежде всего, самому себе свою европейскость, свою организированность, свою, так сказать, включенность во все эти контексты, поэтому он устроил самую рискованную литературную эскападу, на которую можно было только решиться в XX веке. Он совершенно сознательно работает с фольклорными формами, с фольклорной поэтикой, с фольклорной образностью, с еврейской народной песней, то есть то, что ему было, на самом деле, чрезвычайно не близко, да, при этом у него есть вполне себе стихи, напоминающие, так сказать, о австрийских экспрессионистов, символистах, которых он много читал и почитал, на самом деле, но и совсем другие стихи, которые, скорее, заставляли думать о Георгии Траклина, например, или там Рогов Монстали, или вот о чем-то таком. Значит, что, собственно говоря, происходит? В чем история? Да, мы помним все эти, надоевшие, как бы, рассказками цитаты, рассказ Борхеса, да, Пьера Минарова, автор Дон Кихота, в том числе XX века переписывает Дон Кихота, не переписывает, а сочиняет его заново, совершенно из другой интенции, получает тот же текст, но который, как бы, слово в слово, совершенно не равен Дон Кихоту Сервантесу, потому что это не текст, так сказать, написанный писателем в эпохе Возрождения, это некоторая сложная модернистская игра и так далее. Ну, я не буду пересказывать, тут очень интересно. Вот Мангер примерно из такой, значит, позиции такого Пьера Минарова, автор Дон Кихота обращается к еврейскому фольклору, да? Это такой уже почти, как бы мы теперь сказали, постмодернизм. Вот скажите, пожалуйста, можно ритмовать кровь и любовь? Нельзя. А если специально, то можно. А если... А Прихову можно, условно говоря, да? Потому что я ритмую кровь и любовь, потому что я знаю, что так ритмовать нельзя, и вы это знаете. Но поэтому это, вообще говоря, не умственная отсталость или там культурная, а сложная литературная игра. Вот, да, после всех, так сказать, сложностей европейского литературного модерна и авангарда я буду писать что-то очень простое, напоминающее, вообще говоря, фольклорные песенки, но при этом ощущая на себе, так сказать, сознательность своего выбора, так сказать, неспонтанность. Это я делаю неспонтанно, это я так нарушен, да? И вы знаете, что это я так нарушен, все это очень сложно. И вот такое, получается, новое обращение к фольклору неромантическое. Таких авторов очень мало. Ну, вот рядом, пожалуй, с Мангером можно назвать только, значит, вот ближе всего, наверное, к этой поэтике, совсем, естественно, из других оснований, подошел Федерико Гарсиэ Лорко, который был, вообще говоря, сериалистом, и, я не знаю, и друг Бемиэля, и совсем он был непростой, да? Значит, ну, вот как бы вот эта поэтика Фламенко, которая вдруг обращается, так сказать, после всей сложности уже такой зрелой европейской культуры. Вот это что-то примерно такое же. Или, скажем, замечательный австрийский поэт, тоже, кстати, еврейского происхождения, писавший по-немецки, Теодор Крамер, да? Который, значит, вот после всех сложностей австрийского символизма начинает что-то такое, кстати, очень простое в фальтийском духе, но это такая, как бы, простота, непростая простота. Главные жанры творчества Мангера – это баллада. Собственно, его итоговый сборник в 56-м год, так называется «Лейтун баллада» «Песня» или «Стихотворение баллады» или «Песни баллады», можно по-разному перевести. И, значит, безусловно, его личный, так сказать, Шегоин, его личная мишега заключала в том, что он, конечно, видел… Он был гением, несомненно, но он еще как бы еще много на эту тему размышлял. Он был такой поэт вне группы, вне направлений, он сам для себя литература. Достаточно сказать, что он какое-то время издавал в Варшаве литературный журнал, который сам целиком заполнил. Не нужен был никто. И что делает, как бы, еврейский национальный писатель? Это, на самом деле, и Шеломала их не делал. Он, как бы, да, в какой-то момент саморазвития, так сказать, литературного процесса, такого национального гения, если ты себя чувствуешь национального гения, приводит совершенно к определенному резюме. Ты должен написать Библию, ты должен написать Танах заново. Но без этого никакой же ты национальный писатель. Никуда, так сказать, так нужно без своего варианта Танаха, да? Собственно говоря, именно в этой презумпции написан в очень большой стекле Тебель Молочник. Это, в общем, заново переписанная книга Ева. Мангер тоже пишет свой Танах, причем, два раза. И в стихах и просьбе. Его единственное крупное прозаическое произведение – это, значит, «Вундерлых лэбнс гешетэ фун Шмойлаба Аберво, Одарбух фунганыдн». Удивительное жизнеописание Шмойлаба Аберво. Странное такое, выдуманное, на самом деле, неологизм, не из эдиша, а из немецкого. Аберво – «Однако где?». Так, в общем, не очень говорят по-немецки, хотя это немецкое как бы слово. Или книга Рави. История о некотором молодом человеке, который… Ну, вот, собственно, мы опять же с моим коллегой уже много раз помянутым Игорем Белатовским переверять книжку на русский язык, так что она, в принципе, доступна, книжка замечательная, я очень ее люблю. Значит, как мы знаем, вообще, говорят, душа, когда она воплощается, она спускается с небес, вот мы уже имели возможность этим порассуждать, в нагрешенную землю. При этом для того, чтобы она не несла с собой всех тех знаний, которые она приобрела, находясь, так сказать, в лучах божественного света, специально обученный ангел дает ей, как известно, щелчка под нос. Это все знают, да? Зачем это делается? Чтобы вот человек родился, как бы, враг врагом, владелцем бессмысленным, и дальше у него была бы, то, что называется, словом еврейским, с хуса, заслуга изучения Торы, да? Потому что, если он все знает с рождения, то как приобрести ту заслугу, чтобы, значит, снова вернуться туда, откуда ты слетел, на те высоты. Для этого человеку специально обученный ангел дает щелчка, и все знают, что это чистая правда, потому что у всякого человека вот здесь есть вмятина, видите? И она ровно от этого и образуется. И кто не верит, может в мяч в потрогательную медицину. Ну, неких два маленьких ангела, ангела-подростка, которые такие, не разлей вода, друзья такие, там, Сойер и Гиберифен, они, значит, вот один из них приговорен к наказанию, как бы, быть спущенным на землю, они боятся забыть друг о друге, о своей дружбе, и они, значит, во-первых, делают той душе, которой должно воплотиться накладной глиняный нос, чтобы футляр смягчить удар. А во-вторых, напаивают до смерти ангела, который щелкает, а он вообще тяжелый алкоголик, пьющий ангел. И он, соответственно, пьяный, с рожащей рукой, так сказать, щелкает слабо, промахивается, попадает по глиняному этому самому носу, и ребенок рождается в полноте памяти, знания рая. Он умеет разговаривать, есть, с помощью ножа и мюн, читает, писает, все знает, что там было в районе. Соответственно, восемь дней, которые у него есть между рождением и обрезанием, он рассказывает о том, как оно там в районе все было. Собственно, вот книга – это, так сказать, мемуары о моей жизни, как бы «Моя жизнь в районе», «Моя жизнь не виси себе». Блестящая совершенно книга, удивительная. И второе такое, как бы сказать, погружение в библейский контекст – это несколько сборников собранных баллад, собранных под общим заглавием «Медреш Ицех», «Толкование Ицеха», которые включают, значит, несколько циклов. «Медреш Лидер» – «Песня на пяти книжах». Шнайдер писал «Ноте Мангер», «Лейн Танах» – «Портнорский подвластелье». «Ноте Мангер» читает Библию, читает «Танах». «Ноте Мангер» – это брат Ицеха Мангера, очень любимый, от имени которого он писал многие свои стихи. «Медреш Лидер» – это песни на «Медреш Эстер», на «Другой сфере» и «Рус». «Рус» – это «Руфи». Четыре цикла. О, привет! Забавных, кстати сказать… Значит, в чём пафос, собственно говоря, вот этих самых метод-шеств? Берутся библейские персонажи в самом таком, что называется, «пшах». Вот что сказано, то есть, никаких там фиграшей, никаких там комментариев, никаких там домыслов. Честно сказать, Мангер был человек по еврейской части, то есть, по-мундической, очень слабообразован, то есть, никак не образованным. Было и не надо, собственно, это было. Никогда. И вот эти танафические сюжеты, причём самые провербиальные, самые, так сказать, известные, самые, на главах на верши, перекладываются в ситуации из предположения, что библейские герои помещены в… Ответы? Наши ответы, вернее. Да. Ответы, да? Они помещены в условия, как он пишет, восточноевропейского, галицийского местечка. То есть, патриархи, цари, библейские герои – все они обычные евреи, которые живут в обычном еврейском местечке среди ландшафтов и обстоятельств восточной Европы. И тогда понятно, на самом деле, что происходит. С одной стороны, это очень такой, как бы сказать, модернистский ход. С другой стороны, как ни странно, глубин, но он очень традиционный. Почему? Смотрите, как рассуждает простой читатель, еврейский традиционный читатель. Библия, Танах – это книжка про кого? Про евреев. Ну, правда, кто является коллективным протагонистом, так сказать, библейского библиотека? Евреи. А мы кто? Евреи. Значит, это про кого книжка? Романс. Смотрите, мы прекрасно понимаем, что вообще идея историзма, то есть представление о том, что люди 100, 200, 500 лет назад и 1000 лет назад жили не так, как мы живем, одевались не так, как мы живем, разговаривали не так, как мы разговариваем. Эта идея страшно новая. Ее придумали романтики, а если быть точным, ее придумал сэр Вальтер Скотт, который, собственно, придумал первоисторические романы. То есть, оказывается, во времена Айленга все совершенно ходили не во фраках, а в общем даже в кольчугах. Это абсолютно новая, свежая для Европы идея. Если мы обратимся к, я не знаю, к искусству эпохи Возрождения или средневековой миниатюрии, мы увидим, что художник изображает каких-то библейских, евангельских персонажей, там, Мадонну, в обстановке мебель, стены, костюм, платье. Ему современный, да, Мадонна, итальянская Мадонна одета, как современная художник, итальянская женщина. Допустим, еврейский миниатюрист, изображая в иллюминированной рукописи поединок Давида и Голиафа, помещает Голиафа в латы средневекового, значит, рыцаря, с забралом, со шлемом, со всеми там, фричиндалами. Идея о том, что когда-то было все не так, как у нас сейчас, она новая идея, она буквально вчера случилась. То есть, вообще говоря, представить себе, что жизнь, повседневная жизнь патриарков Авраама и Сары, якобы Авром Авину, Ян Кефальвину, Вицкак Авину, была не такая, как наша жизнь, эта мысль совершенно естественно могла бы прийти в голову, ну, вот обычному такому, как бы сказать, еврею, хочется сказать, от Сахи, ну, если бы можно было себе представить еврея с Сахом. Но понятно, что она не могла прийти в голову поэту, европейскому, современному, образованному человеку, да. Нельзя, как бы сказать, вот эту культурную невинность реставрировать, нельзя в эту реку войти дважды, да. Он не может, так сказать, смотреть на эти вещи наивными глазами, для него это не естественный взгляд, для него это художественный прием, он вот такой, я еще раз говорю, ферминоратор, он Тихот, ничего не получается, да. Но можно играть с этим наивностью, можно об этом думать. Это первое. Второе. Вчера мы говорили в связи с Миниуэбом о том, что характерной чертой еврейского модернизма является представление о том, что еврейская культура является естественной, неотъемленной частью мировой культуры, и, с другой стороны, вся мировая культура нам принадлежит как бы на общих основаниях. В этом смысле нет никаких культурных, этнических или национальных, или конфессиональных барьеров. Вот это мысль, которая, кстати, да, то есть, как бы, вот это строительство еврейской светской культуры, на самом деле, очень мощный и мощный импульс, который, к сожалению, всего разных обстоятельств, там, после всего, конечно, Хорман, Второй и Второй войны, а также разных обстоятельств в Советском Союзе, Израиля, Соединенных Штатов, далее, везде, оказался утерян. Да, вот как бы, еврейская светская культура в каком-то смысле не состоялась. Израильская состоялась, еврейская была, ну, если бы, как бы, она перестала быть тем, чем она была, как когда-то, совсем недавно. Ну, вот какие у нее были возможности и потенции, мы сейчас посмотрим. Значит, мы прочитаем с вами два стихотворения, которые образуют в некотором смысле пару. Одна из хумышлей, да, песен этих книг, а вторая из этой самой, шнайден-гезда, Ноте Мангер, Лейн, Танах, да, в портнойских фильмастерии Ноте Мангер читают в Библии. И оба это стихотворения такого есть, да, нет? И они образуют некий такой странный тип, тех, которые вы мне скажете, откуда, Ноте Мангер и Фисфаксон, откуда многие растут в этих стихотворениях. Это очень интересное стихотворение. Они как бы сделаны, как что-то очень наивное и детское, а на самом деле они ни разу не наивные, ни разу не детские. Значит, Сорезы, да, значит, одно из них перевело на русский язык, очень нехороший перевод Игоря Минатольевича, у них ваших лидеров. Другое, к сожалению, на русский язык пока не переводено. Значит, я русский перевод не читаю, он всем доступен в ваших лидерах и дам. Сорезы ицекуны, а шлофлы. Сара поет... Ицекуны, писачкуны. Да, потому что есть вот этот лэ, да, значит, уменьшительный диминутив. Маленькому ицеку колыбель. Димутер-сора вигде виг. Шлоф ицекалтате шлоф. Эспашет авдерлонге, дэр пастых зайна шоуф. Мать Сара качает колыбель. Сразу проблема есть. Как быть с этим саммутер-сора? С одной стороны, мы понимаем, что мебельские персонажи имеют устойчивое прибавление, которое позволяет отличить эмпирического еврея с тем же именем от патриарха. Авром Авину, Авраам, отец наш, Людовид Амейлах, Давид царь, да, а Йельсов отца, вовсе не прекрасный, а праведный, да, и так далее. Одам Аришин, да, Адам первоначальный, потому что при этом не мешает вокруг бегать тысячу, значит, Авраам, то есть Авромов, Довидов, Одамов, там, нет, но, тем не менее, бывает им вполне себе существующее мужское время, их меньше, конечно, чем Авромов, Авромов-то просто консомат не резаных. Да, как-то их надо отличать всех. Значит, Сара, праматерь, да, но не мутор, конечно, но не мутор, конечно, да, все-таки. Теперь, Сара поет Исааку колыбельную песню. Она, вообще говоря, мутор по факту. Вот она держит, в тот момент, когда она держит на руках ребенка, она мать, но одновременно она как бы праматерь, да, вот эти два плана в слове мутор как бы совмещены. И что же она им поет? Шлов, Йитцикл, про Йитцикл мы уже поговорили, траты шлов, а вот это уже интересно, почему он траты? Назвен честь отца. Что? Назвен честь отца. Да, совершенно верно, что странно. Тут накладывается три вещи. Три вещи. Первое. Он и цыковину, но Сара не может так высоко и торжественно обращаться к собственному, значит, ребенку, который еще весь вот такой новорожденный в памперсе буквально, вот, значит, маленький, да? Поэтому он так. Дальше есть действительно, вот Саша абсолютно права, такая старая шкенастская традиция, связанная с представлением о гилгол, о реинкарнации, особенно когда ребенка называют в честь покойного деда, когда ребенку говорят заедыню, дедушка, имея в виду, что он и есть, собственно, реинкарнация покойного деда, в честь которого его назвали. А иногда таты. Это невероятно, что он значит, что он сирота, и что его назвали в честь отца. Либо по матери, либо, да, то есть он назван, мать называет ребенка отец, папочка, таты, папа, потому что в честь ее покойного отца. Либо, либо, расширительно, да, так же как слово эймикл, скажем, не означает внук, а означает, вообще говоря, там, поколение правнук и проправнук, да, потому что, скажем, у цадика все его потомки, там, пять поколений, шесть поколений, все эймикл. Не обязательно вот это, два поколения, да, то таты, это, вообще говоря, любой предок, ну, вот наш отец, праотец, в честь которого мы кого-то назвали, да. В какой-то момент это просто приобретает характер такого ласкового обращения, вообще говоря, можно сказать, батюшка, батюшка, ты знаешь, маленькому ребенку, да, но при этом опять у нас совмещается два плана, у нас такая вот, как бы сказать, да, батенька мой, да, человек, который совершенно никак, говорят, академик, говорили, обращается к студенту. Нет, к своему внуку. Да, вы батенька, да, 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 это такая форма ласковой речи, да, но при этом мы чувствуем в подтексте, что Ицек, он все равно исхок, он все равно один, да, это не оттапно. Значит, какие-то очень странные, придурковатые, я бы сказал, овцы. Они ведут содержательный научный спор о день сейчас или ночь. Одна говорит, да, 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 подожди. Одна говорит, это день, другая говорит, это ночь, и продолжает. А знак, а признак, примета, да, Симан, что Берлу галантерейщик, целый некий, да, тут владелец галантерейной лапкой, закрыл кром, закрыл магазин, закрыл, запер лампочку. Значит, вообще говоря, можно сказать, что эти овцы клинические идиотки, потому что предмет их спора, мягко говоря, странен, если мы не вспомним, что ровно такой же спор идет в Толгоде. Как узнать, когда какая стража ночная, да, и когда день, а когда ночь. Это связано, вообще говоря, с временем чтения Шма, помните, да, как это там начинается, да? И нужны приметы, нужны приметы, потому что закон, который он водит, мудрецы, он не может опираться на такую низкую постлуреальность, как то, что Солнце село за горою, значит, и затуманились ручные перекаты. Это, кажется, дурак может. Потому что, а мало ли, вот... Солнце не село, а завтра не село. А завтра не село, а есть слепые, а есть слепые, которые не видят, что происходит с Солнцем. Солнце не село, и шепчутся даже у нас. Совершенно справедливо, да, значит, ребенок сосет материнскую грудь, и шепчется женщина с мужем своим, как красивый, несколько избыточный, ритмизованный, перевел «Солнцем, а если он слепой, а если он сидит при закрытых ставках?» Да, вообще, а как вообще вот этот, как бы отвлекшись от... А Солнце, не знаю, там, закатилось, а белые ночи, я не знаю, а не видно, как село Солнце, потому что стучат, например, запад, горизонт, да? Вот. И дальше начинается выяснение, как бы, признаков. Симон. Какие есть симоны, да, чтобы сказать, что вот наступила ночь, а это очень важно, потому что это, собственно, закат, конец, ну, дня и ночи. Когда читать разделение дат, разделение дат, чтение определенных момент, да, Майеров надо читать после заката и так далее, и так далее, это, значит, это классический тип сталмудической дискуссии. День, ночь и какие есть тому знаки и указания. И одна отца говорит сейчас мощь, потому что, значит, галантерейщик закрыл свою лавку. А Симен, ба, довит, бер, дер, шмид, из, ицтер, шаун, штрел, а Симен, лейзер, дер, милнер, дрейд, дивонсес, фар дер мэд. Значит, знаки, какие еще есть, значит, галантерейщик что-то там закрыл. У Довбера, Довбера, Кузнеца, теперь шаун, штрел, тихо, все, ну, понятно, Кузнеца, пока она работает, там стоит грохот, перестала грохотать. И еще один знак, лейзер, мельник, крутит усы перед мельницей. Ну, типа, вот он, а зачем он крутит усы перед мельницей, понимаете, вот это тоже очень так, как-то натурально все, на самом деле, да. Значит, мельник выходит с работы, он причесывает усы, потому что в усы набилась мука, вычесывает, а потом он их заново закручивает, чтобы идти домой в приличном виде. То есть, вот все закончили свои труды. Магазин закрыт, Кузнеца не гремит, мельник приводит в порядок свои большие мельничные усы. Говорит первый, нет, сейчас день, а знак тому, а признак какой, да, в молельне какого-то гаона, Гоэнс Клоис. Какого, мы не знаем, совершенно неважно. Да, Гоэн – это почетный титул, который был очень распространен. Значит, если есть какой-то Клоис, какая-то молельня, какой-то молитвенный дом, в котором занимался какой-то великий человек, ну, локально великий человек, он был великим человеком в пределах этого маленького местечка, а дальше, может быть, они никто и знал, не знал. То в память о нем, мемориально, да, этот молитвенный дом называется Гоэнс Клоис. Вот тот Клоис, где наш Гоэн, значит, вот занимался. И вот в этом Гоэнс Клоис лернт дос рабе котеру, рябой котик, учит недельный раздел цедра с мышкой. Раба или муравит? Нет, рабы, рабы. Там написано, посмотрите, пауэтично, рябой, рябой. Ну, пестрый котик, серый в пятнышку. Ну, рябой, я не знаю, серо-беленький такой. Нет, никакой он не ровит. Ров, да ров ровит. А это немецкая? Нет, нет, Космоганск. Это куры, да? Курочка раба. Да, да, сказка о рыбке. О рыбке? Да. Это реформистская женщина-равит. Сказка о рыбке, да? Нет, это любой котик. А, без вопроса. Учит мышку, да? То есть, понятно. Меламид учит ребенка, который бьется в его, значит, хищных, в педагогических когтях, как мышка в когтях у кошки. Что существенно, как бы, учебный день, учебный день регулировался, вообще говоря, длиной светового дня. Дети занимались в кедре, сколько было светло. От заката до восхода до заката. Зато зимой был день короче, учебный, летом зато на верстом. Значит, раз идет... Да. При этом, откуда они знают, что это зима занятий там происходит, понятно откуда. Почему это сима? Потому что в кедре учатся так. Сначала Меламид очень-очень громко произносит стих из писания, потом так же громко его орет, громко на Ивры Тайч, а дети должны тоже очень громко учат, как бы всегда в голосах. Очень-очень громко. В кедре всегда очень шумно. Дети должны громко орать тот стих, который они прочитывают, и перевод, который они прочитывают. То есть, когда идут занятия кедре, это очень слышно. Это очень слышно. Соответственно, мы не видим, что происходит в этом Гоэнск-Квенестве, но мы слышим, как они там в голос учат соответствующую цель. Знак тому, что, значит, канторская каза, хазанская каза. Пасется на крыше мордного. И знак тому, что Ицекл, Ицекл, да, маленький Ицекл, Ицекл маленький лежит и еще не спит в колыбели. Вот все, она убила, как бы сказать. Да, это аргумент неубиваемый. Если пратец не спит, ему и дней, ночь, час или день. Да, как бы, потому что он силой, так сказать, своего воображения лучше знал. Ну и кто должен решить этот неразрешимый спор, естественно, старший зохт, дос пастуха. Ну, ма, кто номер алгейн, он фрэгн цисэсток, цинах, боится к вам алгейн. Говорит пастух, пастушок, собственно, ну ладно, ну шо, ну шо, ну ма, ну шо. Так давайте пойдем все вместе и спросим, день сейчас или ночь у Ицекл маленького, Ицекл. Вот стоят уже у наших дверей пастух и овцы. И вот тут начинаются чудеса. Мы понимаем, что вот эта вся, как бы, наивная, лубочная пастараль, она устроена страшно сложно. Никакого пастуха, никаких овец нет в природе. Они существуют только внутри колыбели, которые поет Сора, своему ребенку. Там в колыбели действительно могут быть какие-то пастухи, животные волшебные, и овечки, и котятки, все что угодно. И, собственно, материализация вот этих самых овец, которые ведут себя как хазали, она происходит только благодаря тому, что Сора поет ребенку колыбелью. Дальше все еще интересное. Ну штынер штынер пастухал. Дузесдох ас изнахт. А симен Ицек авин овот де эйгалах фармахт. Как замечательно. Смотрите. Тише, ну тише, тише, пастушок. Сам ведь видишь. Ночь. А знак там, это кто говорит? Сора, правильно? Потому что с этого момента, собственно говоря, только ее голос слышен. А знак там, Ицхак авин овот де эйгалх, отец наш, закрыл свои эйгалх, глазоньки. Вот тут это очень тонко. Посмотрите. Кому тате, Ицхак авин овот де эйгалх. А кому Ицхак авин овот де эйгалх. Это как, ведь это мне он, Ицхак авин овот де эйгалх. Татэши, да? А вам, ребята, он Ицхак, Ицхак авин овот не починул. Да? Потому что до этого пастух все время говорит, Ицхак авин овот де эйгалх, ицхак авин овот не надо. Вот, пожалуйста, вот без этих, вот без фамильярности. И знак тому, что наступила ночь, в том, что он спит. Смотрите. Это такой типичный материнский шантаж. Все видят, что ты уже спишь. Ты уже спишь, ты уже спишь, ты уже спишь. Овцы видят, пастухи видят, там, не знаю, серенький волчок видят. Все видят. А знак еще. Какой у нас есть знак, кроме того, что Ицхак спит? Семь капель росы блестят на маке, маковом цветке, и спят уже на насесте сидовое квочка, курица и петух. Почему мак? Очевидно, почему. Потому что у нас, кроме всех этих паламудических дискуссий, естественно, есть еще и как бы просто мак, который цветок морфея, совершенно общеевропейский сонный опьянный мак, да, сон с маком отчетливо абсолютно в такой большой европейской традиции ассоциируется. И вот сонная специальная роса, усыпляющая, она блестит на маковом цветке, очевидно, впитав, если всего. Муслепительные. Ну почему эти подробности? Впитав эти его муслепительные качества. То есть все спят. Ицхак спит, корочка спит, да, и так далее. И, значит, финал. Зокт дос пастаха нума, ун гейт митштелет рит, унэмт ин клейном файфу мит, вер мутэ сора вит. Говорит пустушок. Ну что ж. И уходит потихоньку, и забирает в своей маленькой дуточке песню матери, про матери, как хотите, сара. То есть вообще говоря, если мы попытаемся нарисовать, что же там происходит, что внутри чего, значит, сара поет. Смотрите, давайте вернемся к самому началу. Откуда у нас взялись вообще пастух-овцы? Нет у нас никакого пастуха, никаких овец. В природе просто нет. Спи, Ицх спи, пасет пастушок на лугу своих овец. Пастушок и овцы появляются в тот момент, когда праматерь Сара поет колыбельную про пастуха и овец. Все. Дальше они начинают жить своей независимой жизнью, устраивают некоторую дискуссию по поводу того, что сейчас день или ночь. Приходят к праматери Саре, праматерь Сара их, значит, воспитывает определенным образом и отпускает, и они уходят, причем уносят с собой ее колыбельную. Вообще говоря, отношения между героями этого стихотворения, то есть обладающими некоторым модусом реальности, мы не можем сомневаться в том, что наши праоцы и праматери реальны, правда? И порождением их, так сказать, частной фантазии, чрезвычайно нелинейны и запутанны. А теперь давайте подумаем о том, что является первоисточником этого стихотворения. Да, просто первоисточник этого стихотворения абсолютно понятен, абсолютно не каши. Да, значит, смотрите. Я недаром говорил о том, что Мангер, выстраивая вот этот мир, а это огромные, огромные, огромные четыре балладных цикла, где, значит, библейские персонажи помещены в такие восточноевропейские обстоятельства, причем там происходят какие-то всякие смешные коллизии, в том числе там все, например, социальные физики, скажем так. Есть очень интересная история о Абраме и о Гаре, где понятно, что все сочувствие Мангера на стороне о Гаре, которая, значит, просто бедная девушка, служанка, которая, значит, испортила злой балабоса, потом с ребенком выгнала из дома, как есть, так сказать, да, вот сволочь в любви клялся, жениться обещала, потом, сами знаете, где, безусловно, вот замечательная эта идея проведена в цикле, который называется «Рус», причем он использует совершенно ту же самую логику, которую использует Пушкин в эпиграфе, если я не ошибаюсь, в четвертой главе Онегина «О Русь, о Рус», да, «Рус» в смысле латинская деревня, потому что там на самом деле действие происходит в украинском селе, в Галицийском селе, и, соответственно, Маав – это село, а Иудея, Ифлеем иудейский, да, это местечко, и, значит, там вот умирает Мельник, и то самое, Наэме собирается вернуться в местечко, у нее есть две хохлядские, значит, невестки, одна, значит, да, у Орпа, другая Рушка, и она, ну и дальше, собственно, вот сюжет, как бы, мы знаем, как развивается сюжет книги Руфь, да, но понятно, что это «Рус» в башкинацком произношении, оно, безусловно, для Мангера значит то же, что самое, для Пушкина, то есть «Рус», сельское, руральное, да. – Еще Фастригосов у него положительный персонаж. – Он вообще выдуман просто, у него нет в природе Фастригосов. – А если еще учить, что… – Какой же другой? – Дени, я в Медрошах. – Как? – Нет. – Он не может быть в Медрошах по одной простой причине, он придуман от глаголов «фастригино», что значит «сметывать», это «идыш». Это абсолютно из головы придуманный персонаж Фастригосов. Так что нет, вот Вайзоса – другое дело, нет, там много чего такого. Значит, теперь смотрите, понятно, что Мангер не может быть наивным человеком, который не знает о том, что древние люди, древние евреи не жили в местечках ангалицийских селах, а жили в древних людей с каким-то другим законовым праздником. Ему нужно на что-то опереться. И, безусловно, главной общеевропейской опорой для него является итальянская живопись, которая есть наше такое общее наследие, общее настояние. Вот посмотрите, мы приходим в Медроши и видим, не знаю, Мадонна Минуа. Сидит молодая и красивая женщина, в красивом модном, по моде того времени сшита платья. Она обязательно снит у окна. Это обычный композиционный прием итальянских художников. Дальше, в этом прекрасном тосканском сфумате, мы видим, что стоит замок на горе, течет речка, плывет кораблик, крестьянин плашет Ниву. Это контекст окрестностей, пейзажа. Это очень важно. То, что Мангер все время наставил, вербес позевер, что в его людей обязательно будут ракиты вдоль дороги, пейзаж. Когда Абрам везет сына на Искока, на Аккейду, он говорит, мы едем, ты не волнуйся, мы едем на ярмарку в соседний город. Когда происходит сфотовство ривки в далеких краях, то ее схватывают из Америки. Источник вот этого переживания, это, конечно, для нас, для европейцев, это вот эта прекрасная итальянская милость. И здесь, собственно говоря, Мангер очень ненавязчиво, очень аккуратно показывает, в чему он оперирует, в какую традицию он оперирует. Скажите мне, пожалуйста, что здесь происходит, собственно говоря? Некоторая женщина укачивает младенца. Причем этот младенец обладает имманентным качеством. Он маленький, он только что родился. При этом он называется, вот она говорит пастуху, она говорит, лиц как овину. Она говорит, лиц как овину. Он никому не овину, ему несколько дней от роду. Он не может быть овину. Но это имманентно присуще ему качество, которое не связано с его возрастом. Что это такое? На самом деле это женщина со святым младенцем. Конечно, Мадонна с младенцем в руках. Мадонна держит младенца Иисуса на руках, и мы видим, что вокруг головы младенца нарисован нимб. Но нимб как бы некоторое качество святости. Иисус не начал проповедовать то, что он собирается проповедовать через 30 лет и 3 года. Его еще не претерпел крестных мог, не открыл мир и путь к спасению. Но тем не менее он имманентно свят просто по факту своего существования, хотя он нарисован в виде такого толстого брыгающего ногами младенца. Авина, прилепленная к ребеночку, это тот самый нимб. И как справедливо сказал Саша Аполянов, собственно говоря, толчим овел, перед нами, конечно, поклонение пастухов. Конечно, поклонение пастухов. Это не значит, что Мангер имел в виду креститься в святую кафолическую веру, или вообще в какую бы то ни было веру. Вообще, что какая-нибудь вера его специально и отдельно интересовала. Да, в этом смысле работа с евангельскими образами это работа просто как бы образованного европейца, который как бы жонглирует вот этой образной системой, потому что она общая, она всеобщая. Она не русская, не польская, не католическая, не еврейская. Мы все знаем, что это такое. Давайте попробуем как бы достроить этот диктинг до полноты и прочитаем из другого, значит, цикла стихотворение, которое называется Хана Святой. Да, колыбельная хана. Значит, я напоминаю, начальство Моя Аллаф, то, что в русской битве называют первое царство, живет некоторым богатым человеком американам. У него два две жены, хана и Книна, у Книны много детей, а у хана и Кик. Хана долго-долго молится о том, что был даром Андрея Берната, говорит, что если таковой появится, он будет посвящен Богу. У нее рождается пророк Шмуэль Аноре, Самуил, пророк Самуил, который в сущности выполняет функции вождя еврейского народа до эпохи царства, затем он помазывает на царство Саула, потом он с Саулом поругавшись, помазывает на царство Давида. В общем, начинается монархический период в истории древнего Израиля. Но вот, слава богу, пророк Самуил родился, и его укачивает хана. Мы понимаем, что здесь есть полная параллель с историей Сары, потому что Сара, у нее очень долго нет детей, она аппетитная, и вот рождается, наконец, единственный, вымоленный, долгожданный ребенок. Та же самая история с Ханомом. Долго-долго нет детей, рождается долгожданный, вымоленный ребенок. Проехали. Хана вихт ир Бен Йохидо. Шлоф, шмуликал, тате, шлоф. Да, мы просто видим та же самая конструкция. Драй алте идн зейх гейн, драй фунди ламет вов. Хана укачивает своего... Единственного ребенка, единственного сына. Спи, шмуликал, опять же, та же самая игра, шмуликал, тате. Я не буду ее раскрывать, мы уже это подробно обсудили. Спи. Я вижу трех старых евреев, трех из числа ламет вовников. Кто такие ламет вовники, все знают или надо объяснять? Не стесняйтесь. Ну, вот видите, как хорошо. Значит, это очень странная, очень старая история. Такой один из базовых идей, которые есть в еврейском фольгере, почему не только в Штеннадзе. Значит, если я не ошибаюсь, в книге про рока Исаия есть стих блаженный, полагающийся на него. А него это две еврейские буквы, ламет и вов. Все еврейские буквы имеют числовое значение. Значит, ламет это у нас тридцать, вов это у нас шесть. Значит, это можно прочитать блаженный, полагающийся на тридцать шесть. Странная идея, но очень старая, на самом деле, полагающая. Подразумевается, что мир, вообще говоря, лежит в озере и погряз в грехах, и давно бы его следовало бы прихлопнуть. Если ты меня спросишь, какой стих, я скажу, что не помню, но что в комментариях к еврейским сказкам есть ссылочка. Но есть тридцать шесть праведников, которые свои праведности спасают в мерах разрушения. У этих праведников есть два цепатка еще. Значит, у этих праведников есть два качества. Во-первых, они устроены как французская академия, бессмертная, так называемая. То есть, как только один выбывает, так сразу там выполняется комплент. Во-вторых, они, что очень важно, тайны. Дело в том, что есть два вида праведности. Праведность тайны и праведность явных. Значит, хорошо, когда человек праведен. Совершает добрые дела, не знаю, учит Тору, просвещает ближних. Б-б-б-б-б-б-б делает все, что полагается и более того. То есть, не только буквой, но и духом, так сказать, закон. При этом его все любят, хвалят, прославляют, делают вождем своего поколения. Приглашают читать лекции на ГГУ, допустим. Значит, он таким образом утрачивает часть той награды, которая ему полагается в будущем мире. Потому что он уже что-то хорошее за свою праведность получил. Высший сорт праведника, экстра, праведник экстра, это праведник, который никто не знает про то, какой он молодец. Как сделать так, чтобы никто не знал, какой он молодец? Он должен быть социально ущербным. Социально ущербным, то есть бедным, необразованным, ничтожным, в связи сынов ничтоженных мира, Водонос, Дровакол, Нищий, Меламед. Меламедом быть очень хорошо, потому что Меламед очень презираемый, то есть учитель маленьких детей, презираемая позиция. Все думают, что он не очень вежда, что молится на идуше, потому что даже, не дай бог, Молошенко идуше не знает, тупой он такой и бедный, никому не нужен. А в душе, на самом деле, он знает весь талмудный иглон, его молитва достигает без всяких препод... Чего? Без всяких препод достигает, так сказать, престола небесного, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Трайные праведники очень важные персонажи в еврейском фольклере, потому что они наряду с Ильей Пророком выполняют ту самую функцию феи крестной, когда случается какая-то беда, какая-то проблема, очень много сказок про них есть, да? Они в это дело вмешиваются и силой своего, так сказать, могучего интеллекта, и, в сущности, они чудодей такие. Они исправляют беду и положение, после чего должны немедленно линять в какие-то другие края, потому что их праведность и сила духовная становятся очевидно, а это нехорошо, собственно, как бы, да? Вся форфал-двигаться поступки поломалась, вся игра, да? Надо что-то делать. Вот. Это такая фольклорная совершенно штука. Очень сильно занимавшая народное воображение. Значит, понятно, чтобы распознать тайных праведников, тоже, да, друг друга они при этом как-то опознают, поскольку у них есть какой-то такой третий дворец, не знаю. Поскольку хана, она не простая женщина, она все-таки пророка родила, то она вот видит, что идет в каком-то небесном сверхзрении, что идет три каких-то старых дурака. Это, на самом деле, не три старых дурака, а это три тайных праведника. Дальше мы про них кое-что узнаем. Один из них из Люблина, из Ярослава, это такой большой ярмарочный город на границе Украины и Польши, это западная Волынь, сейчас это Польша. Другой из Люблина... Что, 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 Саша? Что-то он какой-то подпольный там в работу лежит. Ну я думаю, как это стало. А что, не так что-то я неправильно просветил? Я понимаю, что ты просто начал молитву Ашри. Правильно. Правильно. Но это она из Исаия. Это... Ашрика Хухейглова. Ашрика Хухейглова. А, не так. Вообще говоря, обычно я не... Ашрика Хухейглова. Исайя 30 и 17. Вот. Спасибо. Значит... Да, ну и Ашри, кстати, тоже. Потому что Ашри такая, да, значит, на самом деле, знать... Эрвест Ли Ашри, ну, знает какой чинаш, на самом деле. Это, значит, что-то расхожее, вообще говоря, Ашри. Это общее знание. Так что, может быть, обычно ссылаются на Исайю, но, вообще говоря, Ашри меня тоже вполне поустроила в этой ситуации. Значит... Один из Ярослава, другой из Люблина, а третий крутит папиросу из турецкого табаку. Да? Очень странная конструкция. Шел дождь и два студента. Один из Ярослава, другой из Люблина, а третий крутит папиросу. Окей. ЗОГДЕР ЙИТФУН Ярослав. Опять же, да? Так же самый конструкция. Говорит первая овца. ЗОГДЕР ЙИТФУН Ярослав. Он гледит ди вайсе борт. Этс зет ди прунд, ин миттенмарк, он от дамбиньендонт. Говорит еврей, или человек, на самом деле, всегда вечно я правильно это перевести, из Ярослава, ну, и гладит белую бороду. Вот вижу я лужу. Что? Где лужа? Вот вы видите, значит, такая плунт, как сказать, лужа. В середине рыночной площади. А вот и что за здание там, да? Что это там за здание такое? Там живет Алканов, богач, между прочим. Между прочим, самый крупный у нас, так сказать, в нашей стране. У него по всей стране имение, майонкис, и корабли на море. ЗОГДЕР ЙИТФУН АЛТЛУБЛИН. Гор Анантык, прошу прощения. Нет, Нор Анантык. Би окре хана вихт анови индер вихт. Говорит, значит, человек из влюбленного, из старого влюбленного. Вот ведь, видите, чудо какое. Редкое зрелище, то, что Анантык, да? Бездетная хана, там, вполне такой термин использован. Качает пророка в колыбели. То есть они, вообще говоря, не просто так, значит, эти самые ламинволники. Они наделены тоже чудесным зрением. Они через годы, через расстояние, через стены видят, кто там кого качает. В общем, они видят друг друга, на самом деле, чего видеть нельзя. Потому что все как бы существуют в мире чудес. А вот дальше начинается совершенно фантастическое ощущение. Они видят, а то они ламинволники, что простой человек видеть не может. То есть они видят не просто дом, а они видят, что в этом доме есть какая-то женщина, сквозь стену, очевидно. И это качает в колыбели ребенка, это не ребенок, а пророк. А дальше они видят точно, что увидеть нельзя. Это продолжает праведник из Люблина. Он стоит на улице снаружи, на часах, на страже, на карауле. Ангел Абдервах на пороге стоит. То есть снаружи на пороге стоит ангел в карауле. Он листает присветик с фонаря уличного в божий тонах. Это же фантастическая картина. Вот представьте себе, родился пророк, святой пророк. И вот сразу прилетел ангел-хранитель. Ну а как? И он стоит на улице. Не в доме, а на улице. Где часовые стоят? Он стоит на улице при входе в охраняемое здание. Чего категорически нельзя делать часовому на карауле? Отвлекаться. Ну он шлимазал такой немножко. Он его еврейский ангел. Он не может просто тут постоять с винтовкой. Поэтому при свете уличного фонаря вот это потрясающее ощущение детали, которое делает бессмысленное и осмысленное. Он не может просто так ангел... Зачем ангелу читать тонах? Он его знает наизуне. Зачем ему фонарь вообще говоря, что ангел и так не видит? Нет. Он должен при свете уличного фонаря... Значит, он его не читает. Он его блэтерд. Он его перелистывает. Типа, ну, как это... Любимая книга, да? Цитата. Как приятно. Бессмысленно перечитывать тонах. Что вы там не читали, да? Но полистать так иногда бывает приятно. Вот он так стоит при свете уличного фонаря на часах ангел-хранитель. Это совершенно крышесносительная картина. И вот слова совершенно элементарные. Тут очень бедные слова и очень экономные средства. И при этом абсолютная зримость вот всех этих, ну, действительно не человеческих ангел-хранителей, не людей, деталей. Такой третий, старый вид. Воздрейт дэм папирос. Ди грилен лэнен крышмешоин им файтом Оландгрос. И всеjoящие птики, да? тут сквозное движение фразы поэтому невозможно остановиться говорит третий старый старичок кто-то, который папироску крутит сверчки, цикады, кузнечики мы уже знаем, что это одно и то же уже прочитали Кришме во влажных вечерних травах ну, поспать легли, Кришме читает перед сном и каждая птица в своем гнезде прочерикала сквозь сон и, как это сказать, Седран Зех выстроились по порядку, наверное упорядочились ой, Седран, там еще приставка ну да, упорядочились, я думаю упорядочились звезды хочется сказать от Альфа-Домики на самом деле по-русски от Аллах до ДО а это же перефразировано Ашнадзор? а кроме того, конечно возвращаясь к напечатанному я есть Марфа, я есть Меомега конечно, с этим идет игра первая до последней буквы а кроме того а кроме того тут еще один наворот есть совершенно очевидный мы все прекрасно знаем что я есть Марфа, я есть Меомега но с другой стороны греческие буквы именно греческие, не латинские нам нужны, чтобы именовать звезды в созвездиях там Тау-Кита, Альфа-Центавра они всегда именуются греческими буквами но раз уж греческими они будут грубо говоря не Альфа-Центавра а Итау-Кита а АЛФ-Центавра ИТЭТ-Кита ИТАФ-Кита ИТАФ-Кита вот они все упорядочились от Альфа до ТАФ от АЛФа до АТАФ АКСАВ-ФУН-ЗЕЛ-БАРУ-ФУН-ГОЛ Некая надпись написанная серебром и золотом Шейн и Штун-Форштейн прекрасный но не для понимания тот, кто поймет значение смысл этой надписи кто может понять значение надписи только Бог благословен Бог сам чего-то начертал на небесах звездами и сам написал сам читает а больше никто это прочитать не может смотрите, конструкция такая первый говорит вот я вижу какое-то что-то интересное какой-то дом какой-то там чего-то замечательный и второй говорит я вижу, что в этом доме живет хана бездетная у которой вдруг чудо родился ребенок и это не просто ребенок а это пророк и я вижу своим внутренним взором божьего ангела ангела, который человек не может убить который стоит на пороге читает, листает тона под фонарем да? то есть смотрите первый видит то, что может увидеть человек он видит какое-то большое интересное здание обращает на него внимание присутствующего на базе второй видит то, что человек убить не может он видит, что там внутри хана что ребенок в колыбере это не ребенок, а пророк что на пороге стоит ангел-хранитель это тоже как бы мы в нашем простом зрении видеть не можем а третий вид совершенно замечательный должен же идти по нарастающим он видит, что во-первых кузнечики прочитали Кришма птички начерикались а Бог на небесах что-то начертал неудобно читаемыми письменами то есть вообще говоря и это чудо из поля нет, это чудо из чудес смотри первый видит большое, богатое здание на базарной площади второй видит чудеса всякие которые в этом здании происходят ангелов вот ангелов в полю пророков колыбели которые еще не пророк а младенец но мы знаем, что он пророк ну мы а третий самое большое чудо то, что ни один еврей увидеть не может видеть мир природы кузнечиков птичек звезды на небе это круче всего это круче всего первый видит социальную реальность второй прозревает ее тайный смысл что это пророк что там ангел а третий говорит смотрите, ребята вообще-то ночь наступила кузнечики заткнулись птички замолчали звезды вышли на небо батюшки, как мир ты божий велико прекрасен и это самое большое чудо он самый продвинутый который крутит папиросу значит и он продолжает смотрите речи третьего третьего самого умного да ну как всегда в фольклоре третий главный незаконченный но ршатра бойся зих фарет шон цайт мерзол гей агуты нахт демнове шмул зокт аллы ойх омих но тише господа мы так сказать уже поговорили наговорились да? уже пора нам всем уходить доброй ночи пророку Самуилу и все громко и в голос и вслух сказали аминь таким образом возвращаясь к тому что мы с вами уже успели раз обсудить и говорить перед нами понятно что вообще говоря за историей перед нами парня к приводящей этой преске поклонения волхов вопросов причем сделано все страшно изящно что несли волхвы владеются Иисусу кто помнит какие золото ладан золото ладан ну золото ладан у него и так с этим все хорошо вы понимаете откуда третий ламедвовник как там точно я не хочу соврать да дрейд апапирос фунтеркишн тутин вы понимаете что тут происходит ладан курит во первых это то что воскуряют во вторых турецкий табак он жутко ароматный вкусно пахнет он несет ароматические вещества которые воскуряют ладаны с миром это то что воскуряют но евреи не воскуряют ладаны с миром они курят турецкий хороший табак да самсун да то есть понятно что приходит некий три чудесных персонажа теперь где это все происходит это все происходит в некой условно говоря Польше да откуда они идут эти самые триланды они идут с востока они идут из Ярослава и Люблина это самый-самый-самый восток Польши в восточных ничего нет они же пришли из восточных стран тут все совершенно четко сказано как бы умные поймут да они прозревают чудесного младенца опять же то качество святым чудесным которые имманентно присущи владенца Иисусу на иконах на картинах мастеров Возрождения он Нови Шмол Инвик он уже Нови хотя он еще никому ничего не спрочит ему через городнюю вчера родился но он уже Нови это как ниба которая к нему прилеплена да значит как Шмол Анови как Ицеховин это устойчивая часть его имени да и вот и соответственно у нас есть поклонение волхов и поклонение постолов зачем нам нужно это все нам а затем что ему нужно было сказать ребят смотрите великая европейская культурная традиция итальянское возрождение допустим или там не знаю мастера северного возрождения брейгель избиение волхвов помните там снег вообще на улице потому что холодно зимой вообще говоря и в лудей видимо тоже что да но я хочу сказать что мысль о том что может быть в Балестине не так густо лежит снег как в Видерландах его совершенно не волнует значит вот у нас есть великая европейская традиция которая делает персонажей библейских евангельских античных неважно близкими понятными и интимными потому что они помещены в ту бытовую обстановку вот действительно есть какое-то такое очень теплое щемящее чувство когда мы видим всех этих эпических персонажей как бы там я не знаю в среде привычной бытовой какой-то такой сферы да там вот в Дамича была совершенно замечательная выставка из Италии здесь в Кушкинском музее я вот осенью был там была уж не помню какого мастера работа там было Рождество Марии там был нарисован такой замечательный флорентийский дом на заднем плане там повар щипал какие-то фазаны они стали кастрюли утюги и значит трогательный и без ошибок что удивительно вот сейчас уже не помню что там было что-то написано в ноябре вот то есть ну здесь как бы вот понятно что язык был все-таки другой а вся остальная обстановка буфетель там табуреточка все вот как бы как художник видел так все и есть значит вот есть это большая европейская традиция которая легитимирует помещение эпических персонажей или персонажей религиозных книг в современный быт очень хорошо значит мы пойдем именно этим путем и мы поместим библейских персонажей в галицийский быт следуя как бы большим европейским рецептам и предъявим эти рецепты сославшись на поклонение пастухов и поклонение волков у меня сомнений нет что конечно поэт в том числе в качестве одного из своих источников видел вот эту перспективу и и Субтитры сделал DimaTorzok